От непосильной нагрузки во время пандемии медицинские работники стали терять душевное равновесие, а пациенты от болезни и страданий, ну вот начали они очень волноваться от того, что живут полной неопределенности, а врачи как раз таки начали эмоционально выгорать. Как быть, об этом мы поговорим в сегодняшней программе. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях психолог, врач-педиатр Руфа Кельсовна Ишмуратова. Добрый вечер. Мы работаем, дорогие телезрители, в прямом эфире и у нас работает телефон прямого эфира 400109, код города Талдыкурган 87282. Звоните, задавайте свой вопрос. Также на ваших телеэкранах стоит номер WhatsApp мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы. Голосовые не принимаются, только письменно мы здесь в студии озвучим. Сегодня люди начали задаваться вопросом, как жить дальше, поскольку население волнует вот именно жизнь, вот существование в полной неопределенности. Как быть? И тут люди начали обращаться к психологам больше, поскольку даже врачам нужна сегодня психологическая помощь. Ваша работа во время пандемии, она изменилась как психолога? Очень хороший вопрос, хочу сказать. Да, действительно, по образованию я в первую очередь врач, во вторую очередь я психолог. Но я хочу сказать, что на данном этапе, промежутке времени, когда действительно, можно сказать, во всем мире произошло вот такое событие, люди внезапно подверглись, можно сказать, очень большой психологической атаке. И дело в том, что это идет именно, с одной стороны, обычное население, которое не имеет отношения, допустим, к какой-то инфекции. И врачи точно так же подверглись этой атаке. И именно работа психолога на данном промежутке заключается в том, что объяснить пациентам, как жить в настоящий момент в этой ситуации. Я хочу сказать маленькую, именно буквально на днях произошедшую ситуацию, когда одна женщина, она мне позвонила, она моя пациентка, у нее проблемы с почками, одна единственная почка, и она мне позвонила из села и говорит о том, что когда она вышла на улицу, у нее внезапно началась одышка, она начала задыхаться. И такие ситуации у нее, конечно, были, например, на использовании каких-то химических веществ, к примеру, ас или какие-то домашние бытовую химию, и человек обычно задыхался. Но тут она ни с чем не контактировала, и она заметила, что как только она выходит на улицу, у нее происходит такая симптоматика. И в ужасе она звонит мне, и я ей говорю, скажите, а ваш симптом одышки, когда вы заходите внутрь дома, как вы себя чувствуете? Она говорит, внутри дома я себя хорошо чувствую. И я ей объясняю, дело в том, что воздух, он находится как на улице, точно так же он находится в помещении. Я ей попросила сесть, расслабиться, сделать глубокие вдохи, потому что когда человек пугается, что происходит? Очень сильный спазм, спазм периодических сосудов, спазм, можно сказать, весь организм, мышцы, все спазмированы. И, конечно же, это затрудняет дыхание. Поэтому я попросила в первую очередь расслабиться, успокоиться, подышать. И объяснила ей, что если вы, к примеру, задыхаетесь, то в принципе в этой деревне должны все задыхаться. И она говорит, наверное, на улице что-то распыляют. Ну, у нее вот такой страх был, да? И я ей объяснила, что на самом деле, посмотрите, вокруг никто. Если даже что-то было, вы нас предупредили бы. Ну, на данный момент, что это ваша психологическая установка, это ваш страх, в первую очередь страх. И именно из-за страха вот такой пусковой механизм. И когда мы поговорили, мы разговаривали с ней буквально 5-7 минут. И через 7 минут я у нее спросила, как вы себя чувствуете? И она говорит, у меня все хорошо. Может, это зависимость от какой-то психологической помощи? На сегодня вы общаетесь с врачами? Мы уже знаем, что многие врачи сами нуждаются уже в такой психологической помощи. Дело в том, что... Здоровые причем врачи. Я могу сказать, что в психологической помощи на данный момент, конечно, могут нуждаться абсолютно все. И в большей степени, конечно, нуждаются пациенты, потому что врачи, у них другая проблема. Там в первую очередь усталость. Вот те врачи, которые сейчас находятся в стационарах, которые работают в авральном режиме, которые принимают очень большое количество пациентов. И они, это люди, у которых есть сердце, у которых есть душа, которые видят страдания этих людей. И врачи тоже переживают. И именно эта ситуация ухудшает состояние врачей. Поэтому мы, конечно, врачи, это наша работа, это наша обязанность. Мы должны помогать пациентам выходить из этого тяжелого состояния. Но и наши пациенты должны помогать нам, врачам. То есть быть более сострадательными. Дело в том, что это, знаете, можно сравнить, как семья, супружеская пара. Если муж заботится о своей жене, то есть вероятность и гарантия того, что и жена сможет позаботиться о своем муже. То есть мы должны быть доброжелательны друг к другу, внимательны друг к другу. Дело в том, что когда, допустим, человек болеет, страдает, он, конечно же, думает, что его боли и страдания самые сильные в мире. И что никто так не страдает, как он. И в этот момент человек становится немножко эгоистичным. Поэтому мы на самом деле люди. И мы должны оставаться в любых ситуациях людьми. Мне нравится такая поговорка, как бы тебя судьба не ставила, стой красиво. И это просто обращение к пациентам, к тем людям, которые реально уже заболели. Те люди, которые еще не болеют. Просто просьба и обращение. Давайте будем добрее друг к другу. Давайте будем друг к другу более внимательными. И, конечно, если мы будем внимательны, добрые, вежливые, то, конечно, это будет дополнительная помощь. Это будет энергетическая подпитка этих же врачей. И поэтому я думаю, что сообщая вместе, мы сможем победить эту проблему. Я думаю, что это, с одной стороны, и тестирование. Тестирование всего человечества на честность, на порядочность, на доброжелательность, на эмоцию сострадания, любви и так далее. Поэтому я призываю, как врач, к этому состоянию всех. С какими вопросами больше всего обращаются к вам? Вообще психология во время пандемии, она стала другой? Конечно. Я могу сказать, что, с одной стороны, допустим, если взять врачей, мы в любом случае находимся 24 часа. И всю жизнь, как только мы выбрали профессию врача, с того момента, и вот по настоящий момент, мы находимся в состоянии боевой готовности. И поэтому наша жизнь сильно не изменилась. Но изменилась жизнь тех людей, которые только-только начали чувствовать, что может чувствовать врач. Врач – это тот же человек. Он тоже может бояться, он тоже может пугаться. И поэтому на данный момент, конечно, психология очень сильно изменилась именно со стороны основной массы населения. Но единственное, что если взять процентное соотношение, это предположительно, то, к сожалению, на данный момент больше присутствует страха, и больше присутствует паники, и больше присутствует состояние непонимания, как же дальше жить. Вот эта ситуация. Но я могу сказать, что инфекции были, как врач, инфекции были, инфекции будут. И мы, как врачи, всегда и живем среди инфекций. И мы, как врачи, адаптировались к этому. И теперь просто основной массе населения нужно перейти на другой уровень и начать учиться жить вот в этом новом мире. На новом уровне мы, например, заставляем людей носить маски, заставляем постоянно часто мыть руки. И насколько это сможет помочь? Ну, психологически может успокоить? Или это медицински тоже действительно поможет? Тогда как одни утверждают, что помогают, а другие говорят, маска уже не поможет. Да, тоже хороший вопрос. Могу сказать, что в каждом городе Казахстана есть инфекционные больницы. Правильно? И я за 28-29 лет моего практического стажа, и я, честно говоря, не очень-то интересовалась этой темой, но постараюсь поинтересоваться. И нигде не было такой информации о том, что в инфекционных больницах врачи, например, погибали от менингококовой инфекции, или от вирусного гепатита, или от коревой краснухи. Это уже факт. То есть врачи не погибают. Почему не погибают? Потому что в инфекционных больницах это зона, которая насыщена различными микроорганизмами. Это и вирусы, это и микробы, и грибки, и различные микроорганизмы. Но врачи, находясь в таких экстремальных условиях, они защищаются. Каким образом? Мы носим 24 часа, если находимся на рабочем месте, носим маски. Единственный момент, который не выполняется людьми на данном этапе, маски нужно менять каждые 2 часа. И эти маски желательно, чтобы они были 4-слойные. Дело в том, что, к сожалению, вот такие вот тонкие маски, они не обладают 100% защитой. И те маски не обладают, но, можно сказать, процент вероятности уменьшается на 50. И если мы каждые 2 часа будем менять маски, стирать, гладить, обрабатывать, вероятность уменьшается. И обязательно руки обрабатывать надо. Допустим, врач, когда заходит к пациенту, до того он должен обрабатывать свои руки, потому что на его руках может быть инфекция. После того, как посмотрел пациента, врач выходит и опять моет руки. То есть это 24 часа боевой готовности, чтобы в будущем не стать самому источником инфекции для своих пациентов. Поэтому это актуально, и это нужно делать. Мы, вот люди начали задавать вопрос, отправлять сюда по поводу того, что нет в городе лекарств противовирусных, антибиотиков и так далее. Но вы имеете клинику, к примеру, у вас есть лаборатория. Вот с чем это может быть связано? Раз задают вопрос, давайте ответим. Что вот на сегодня, вроде бы население Талкургана, вроде бы 182 тысячи всего. И неужели наши аптеки, а их очень много, не могут обеспечить? Как вы думаете? Ну, я думаю, этот вопрос на данный момент совершенно не ко мне. Мы понимаем, но люди задают, я просто обязана. Да, да, я хочу сказать, что это обусловлено тем, что с одной стороны это объясняется тем, что люди напуганы, да, и каждый хочет себя обезопасить. И я это понимаю, на самом деле я как бы это приветствую. В каждом доме должна быть мини-аптечка, да, аптечка скорой помощи. И, допустим, если к каждому домой зайти, мы знаем, что у каждого в аптечке есть парацетамол, к примеру, да, или, на крайний случай, аспирин. То есть это препараты, которые снижают температуру. Но огромными количествами эти препараты бессмысленно покупать. С одной стороны, истекает срок годности, да, и не говорится о том, что эти препараты в таком большом количестве понадобятся вообще человеку. Но обязательно в каждом доме должно быть, конечно, жаропонижающее средство и какой-то антибиотик желательно. И желательно противовирусный препарат. Но в больших количествах их скупать и у себя держать, ну, это абсолютно бессмысленно. И именно вот такой ажиотаж приводит к тому, что препараты исчезли с рынка, ну, с прилавков. Кому-то плохо, нету препаратов, а у кого-то дома может быть аптечка полная. Еще один вопрос, вот такой задают. У нас четверо родственников умерло от коронавируса. Это вот в Алматинской области пишут. Ну, я надеюсь, правда, если пишут. Так, четверо умерли, и у меня страшный страх. Я спать до утра не могу, как быть, дайте, пожалуйста, консультацию. Ну, на данный момент, прям в рамках прямого эфира, это будет абсолютно бессмысленно, потому что это работа, и ее нужно проводить индивидуально. И, конечно, я очень понимаю этого человека. Действительно, он может испытывать страх, и это нормально. Было бы очень ненормально, если бы человек, увидев это все, не испытал страх. Единственное, что мы должны подумать, зачем мне нужен этот страх. Дело в том, что многие придают своим эмоциям неправильный смысл. И я могу сказать, что на данный момент этот страх у этой женщины или у этого человека выполняет защитную функцию, и это очень правильно. Представьте, если этот человек не боится, это, можно сказать, может привести к халатному отношению. Если этот человек контактировал конкретно с такими людьми, у которых этот диагноз выставлен, то он может быть уже носителем этой инфекции, и он может быть опасен, допустим, для других. Но из-за того, что у него этот страх есть, какая тактика должна быть? Ну, во-первых, обратиться все-таки к врачу. То есть не надо прятаться, да, допустим, закрылся, дома сидит, и типа эта проблема сама по себе решится. Нет, нужно пойти к врачу, уточнить, есть ли этот, допустим, вирус, к примеру. То есть поставить диагноз. И в зависимости от этого уже соответствующая тактика. А психологическую проблему, конечно, если есть желание, я могу дать свой телефон, и мы можем побеседовать. Ну, вот как раз таки пишут, крик души, не могу родственника положить в больницу, очень сильно болеет. Тест показал положительный на коронавирус. Пойти к врачам тоже не можем. Можем ли, говорит, к вам обратиться, и куда мы можем, могут они сходить? Ну, работает ли онлайн? Я работаю онлайн, я на своей страничке Инстаграм. Я могу сказать, это Фортуна Руфа Инстаграм. Вы можете посмотреть. Я именно вчера давала очень обширную информацию, причины возникновения, как это предотвратить и как себя защищать от этой инфекции. И могут обратиться мне по телефону, и я могу ответить на многие вопросы, которые, допустим, человек может задать. Немножко еще раз скажите. Говорят, какую помощь она может оказать? Ну, пока психологическую, да, и конкретно шаги, как предотвратить. Я могу акцентировать внимание всех слушателей на том, что вы, наверное, обратили внимание, по всему миру в основном идет проблема у людей старшего возраста. И именно понимание, почему у людей старшего возраста можно профилактировать. То есть, в первую очередь, надо изменить характер своего питания. Дело в том, что с возрастом у человека кровь сгущается, она становится более густая, и наши внутренние органы, конкретно, например, легкая, почка, лимфатические узлы, печень, они работают на примере сита. То есть, если кровь жидкая, и, к примеру, вирус попал через верхние дыхательные пути, то если кровь жидкая, то она может просто легко и свободно с потом, с мочой вывестись из организма. Поэтому что нужно делать? Желательно пить правильную воду. Правильная вода – это минеральная вода. Минеральная вода. Желательно пить её в тёплом и в горячем виде, для того, чтобы не нагружать организм, и организм не согревал её. Второе – обязательно активизировать стул. То есть, человек, если будет ходить в туалет по-большому 1-2 раза, это очень хорошо, потому что вирус размножается в кишечнике, попадает в ток крови, и потом, если кровь густая, не может просто элементарно уйти из организма. Поэтому мы должны поддерживать кровь в жидком состоянии. Первое – своей едой. Я не рекомендую злоупотреблять, например, картофелем, потому что сам по себе он приводит к образованию слизи. Не рекомендую злоупотреблять сладким, потому что это помогает в организме размножиться патологической своей флоре. Дело в том, что наш организм изнутри, он не стерильный. Внутри нашего организма очень много других микроорганизмов, и в большей степени их накапливается в толстом кишечнике. Поэтому мы должны пить горячую воду в достаточном объёме. Летом у нас сейчас жарко, 50 мл на килограмм веса, но именно минеральной воды. Потому что если просто воду, это может привести опять к нежелательным последствиям в виде отёков. Второе – правильное питание, то есть ограничить мясо, ограничить тесто и ограничить сладкое и картофель. И даже эти мероприятия будут помогать поддерживать кровь в жидком состоянии. Третье – улучшить качество стула. И желательно постельный режим для того, чтобы была хорошая циркуляция. Усилить витамины – это тот же лимон, чай с лимоном. Усилить приём, например, чая с малиной, потому что она обладает патогонным эффектом. Можно принимать липу, потому что она тоже обладает патогонным эффектом. Почему поднимается температура? Потому что когда в организм попадает вирус, он выделяет ядовитые вещества. И если человек потеет, то именно с потом это ядовитые вещества уходят, и температура начинает падать. Здесь задают вопрос. Смотрите, говорят, вот нам говорили, что пить боржоми и ессентути – это такая дорогая вода, вот пишет телезритель, неужели другую воду нельзя пить, в ЖТСУ ведь вода из-под крана чистая. Смысл здесь не в том, что вода чистая. У нас к нашей радости, всемирной радости, у нас в Казахстане довольно-таки хорошая вода из всех кранов течёт. Но дело в том, что если взять наш человеческий организм, многие не очень-то понимают, как работает организм, и немножко относятся халатно. Если я скажу на примере машины, допустим, машина стоит, грубо говоря, 25 тысяч долларов, и, допустим, человек купил её в салоне, она новая, то этот человек, он пойдёт, и для своей новой дорогой машины будет оставшееся время, если этот, как сказать, рачительный хозяин, он будет заливать в эту машину хороший бензин для того, чтобы в этой машине не испортились, в первую очередь, фильтры. В нашем организме фильтры — это почки, затем, чтобы не испортился мотор, да, карбюратор, мотор, потому что в нашем организме это сердце. Получается, машина, которая стоит 25 тысяч, человек придаёт ценности и важность этой машине, и он согласен тратить деньги на эту машину. Но когда я задаю вопрос пациенту, сколько стоит, к примеру, ваш мизинец, да, люди говорят, цены нету, понимаете, но когда касается вопрос именно организма, и что туда внутрь заливать, хотят что-то дешёвое. Но дело в том, что вода из-под крана не обладает, к сожалению, теми параметрами, которые нужны для нашего организма. К примеру, когда человек поступает в больницу, ему же не набирают из крана и не делают внутривенное вливание, ему вливают специальную воду с определёнными параметрами. Поэтому перечисленная вода, она слегка обладает теми параметрами, которые немножко помогают нашему организму правильно работать. Поэтому можно лучше не жалеть денег в такую трудную минуту. Конечно, конечно. Здесь стоит вопрос о ценности. Что для тебя ценно? Твоё здоровье? Возможно, это именно короткий промежуток времени. Возможно, месяц вы потратите, но вы сохраните самое ценное, что у вас есть, это ваше здоровье. А потом, когда у вас будет здоровье, у вас будет возможность заработать эти деньги. Если, извините меня, у вас здоровья нету, то остальное всё теряет смысл. И деньги тоже не нужны. И не нужны. Ваши пожелания нашим телезрителям? Мои пожелания телезрителям быть людьми, несмотря ни на что. Уважать друг друга, любить друг друга, помогать друг другу, протягивать руку взаимопомощи. Вспомнить, что всё-таки мы люди. Жалко, что мало времени эфирного. Я бы хотела рассказать притчу, и эта притча очень информативная. Но я хочу сказать, что у нас у всех должно быть сердце. И в сердце этом должна быть любовь. И мы должны любить не только себя, и любить вокруг нас. И любить так, как любим себя. И тогда в этом мире наступит покой и гармония. Вот на этой хорошей ноте давайте завершим сегодняшнюю программу. Дорогие телезрители, это была программа «Сегодня». Мы с вами встретимся завтра в 19.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова